Возможен ли реванш? В топе новостей мировых СМИ поединок Владимира Кличко и Энтони Джоша. Украинский боксер бросил вызов британцу, который на 14 лет младше и проиграл. Но эксперты и фанаты спортсмерно уверяют, это был величайший бой и надеются на повторную схватку. Арнольд Шварценеггер, который поддерживал Владимира, сегодня написал в своем твиттере, что хотел бы увидеть еще один поединок украинца. Станет ли вчерашняя схватка концом эпохи? Владимира Кличко, репортаж с Светланой Чернецкой. Чудо не произошло. Британец Энтони Джошуа оказался не по зубам Владимира Кличко. В этом поединке новость победила. Фаворит этого боя был очевиден. Британец на 14 лет младше украинца. Все профессиональные бои он заканчивал нокаутами. К тому же поединок проходит на его территории. Поддержка Энтони Джошуа была невероятной. Каждый, даже неудачный удар вызывал бурю восторга у публики. Кличко был готов к неодобрению. Он понимал, что аутсайдер. Поддержать Владимира в Лондон приехала американская актриса Хайден Панетьери. Пара воспитывает двухлетнюю дочь. Кулаки за украинцы держали также мировые звезды. Арнольд Шварценеггер и Ленокс Льюис. Британская пресса поет дифирамбы отменной форме Кличко и его чемпионскому духу. Ловкий, резкий, легкий. Его выступление называют лучшим за многие годы. В пятом раунде Джошуа отправил Кличко в нокдаун. Но доктор Стальной Молот восстановился еще до конца раунда. А в следующем смог равноценно ответить. На полу уже лежал молодой британец. Это первый нокдаун в профессиональной карьере Эй-Джея. Я думал, что он уже не поднимется. Но он это сделал. Это достойно уважения. С того момента я чувствовал, что Джошуа потерял свою концентрацию. Но он смог восстановиться. Да, я должен был сделать больше. Я очень уважаю Кличко за его достижения на ринге и вне его. Он молодец уже потому, что вступил в бой. Это было необязательно. Говорят, что для борьбы Владимир уже стар, но он решил бросить вызов молодому спортсмену. И за это я его уважаю. По очкам Кличко вел в этом поединке. Поражение Джошуа было очень близко. Но в предпоследнем раунде украинец дважды оказался на полу. И после очередной серии ударов рефери остановил бой. Эта победа Эй-Джею далась нелегко. Он был настолько изможден, что даже не смог поднять руку после боя. Я много разов сказал. Это тяжело. В этот вечер не суждено было сбыться мечте Владимира. Стать, как и брат, трехкратным чемпионом мира. Но, по словам боксера, списывать его со счетов еще рано. Вас, наверное, удивит, но я не чувствую себя проигравшим. Даже несмотря на то, что я не получил пояса. Я не потерял свое имя, свою веру, свою репутацию. Сегодня мы все победили. Пока слишком рано говорить о планах. Я чувствую себя довольно хорошо. Даже несмотря на то, что проиграл. Я еще подумаю. У меня прописан реванш в контракте. Я могу его потребовать. Для 41-летнего Кличко это поражение всего лишь пятое в карьере. К слову, доктор Стальной Молот стал чемпионом мира, когда его нынешнему сопернику было всего 10 лет. Несмотря на результат этого боя, украинцу аплодировали 90 тысяч зрителей стадиона Уэмбли. Поединок Кличко-Джошуа уже называют легендарным. Теперь главный вопрос. Решится ли украинский чемпион на реванш или же отправится на пенсию? Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.